Девушки отдыхают Ваше Высокопреосвященство и Превосвященство, дорогие отцы, братья и сестры! Я давно имел намерение посетить землю сию и помолиться с Вами, но разного рода обстоятельства препятствовали более раннему осуществлению этого желания. Но пути человека устрояются от Бога. И, наверное, не случайно именно в этом году я прибыл сюда и своими глазами увидел восстановленный Свияжский святой остров, Святую Успенскую обитель, дивные храмы. И имел возможность вместе со всеми Вами помолиться под сводами этого храма. И совершаем мы эту молитву в канун праздника Казанской иконы Божией Матери. Отсюда, с Казанской земли, началось ее духовное шествие по всей Руси и по всему миру. Казанская икона – одна из самых почитаемых. А что такое почитаемая икона? Это ведь не фантазия, это не вымысел, это не легенда. Потому что фантазии, вымыслы и легенды не живут веками. Тем более не найдется ни одного нормального человека, который бы ради фантазии стоял вот сегодня все всеночное бдение в тесноте и в жаре. Особенно современные люди. Иногда ради даже доброго дела и то трудно подвигнуть человека на что-то, что требует от него физических сил. А ради Божией Матери мы стоим долгие службы. Мы паломничаем к святыням. Мы возносим к ней свои молитвы. Но если бы она не отвечала, но разве бы хватило у нас сил и некое воображение даже, чтобы прославлять ее имя, до такого даже помыслить невозможно. Поэтому самым лучшим доказательством бытия Божия, самым лучшим доказательством силы предстательства Богоматери за всех нас является Церковь Божия, народ Божий, который на протяжении двух тысячелетий хранит веру и проносит ее сквозь самые трудные жизненные обстоятельства. И мы знаем, как эти обстоятельства нередко требовали от людей пожертвовать самым главным своей собственной жизнью. Мы знаем сонмы мучеников древности, но мы также знаем десятки и сотни тысяч мучеников Церкви нашей, проливших за верность Христу свою кровь в 20 веке. Вот и здесь, в Свиярске, были те самые страшные учреждения, в которых в заточении сидели часто ни в чем не повинные люди. И те, кто страдал за Христа, за фантазию страдать никто бы не стал. И первое даже серьезное предупреждение заканчивалось бы тем, что люди, неуверенные в бытие Божием, в предстательстве Божией Матери, немедленно бы соглашались на все условия, только бы сохранить свою жизнь. Но даже смерть не могла отлучить наших благочестивых предков от веры. Сегодня происходит что-то другое. Образ жизни людей сегодня формируется под воздействием таких сил, которые стремятся оторвать человека от Бога. И делается это не угрозой, не притеснением прямым, непосредственным, а через создание мифов, ложных ценностей, через перенесение внимания, жизненного внимания человека на то, что не приводит его к Богу, а то, что его от Бога уводит в сторону. И что толку, если, живя как язычники, мы время от времени крестим лоб и обращаемся к Богу. Навряд ли Господь слышит молитву человека, который не живет совсем по Евангелию, для которого Бог реально в жизни не присутствует. вот почему сегодня не меньше трудностей и соблазнов, чем во времена гонений. И не меньше требуется сил, концентрации воли, мысли, молитвы, чтобы не уйти со спасительного пути. И я с радостью должен сказать, что в отличие от того, что сегодня происходит во многих странах, в Европе, в Америке, в некоторых других местах, когда вера уходит на обочину жизни людей, и даже за обочину в нашей стране, может быть, молитвами тех самых тысяч и тысяч новомучеников, может быть, через тот тяжелейший опыт верности Христу, который имели наши предки, мы сохраняем веру. И она не уменьшается ни с ростом образования, ни с ростом благоденствия. Нас пугали в 90-е годы тем, что вот начнет народ жить хорошо, состоятельно, появятся хорошие дороги, хорошие здания, народ начнет путешествовать, тратить деньги, и вот увидите, что с вами произойдет, мы видим, что становимся сильнее. И открываются новые храмы, и восстанавливаются святыни, и все больше молодежи обращается к Богу. И это свидетельствует о том, что есть некое помазание свыше над нашим народом. Не по нашим с вами заслугам, а по великому подвигу, принесенному нашими благочестивыми предками, мучениками, исповедниками Церкви Русской. Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие братья и сестры, мы вместе вокруг вот этих руин сегодня собрались. Руины производят всегда очень тяжелое впечатление. Руины – это результат разрушения. И обычно руины появляются после того, как по земле прошел враг. Враг уничтожает дома, храмы, заводы, фабрики, потому что он хочет ослабить тот народ, который он завоевал. Вот те руины, которые мы сегодня здесь, в центре Казани, видим, эти руины появились на свет не потому, что иноземные захватчики пришли в Казань, а потому что мы сами своими руками разрушили вот эту красоту. И сегодня, по прошествии десятилетий, можем сказать, что это было варварство, потому что эта красота, помимо религиозного назначения, является прекрасным художественным, архитектурным произведением. Не остановилась рука безумцев. Поэтому мы можем сказать, что то, что здесь видим, это есть результат варварства и безумия. А вот теперь давайте зададим вопрос, а как же получилось, что православный народ, верующие, верующие мусульмане, как они допустили, чтобы на стране разрушались храмы и мечети? Потому что им внушили, что если вы это будете делать, вы будете счастливы. Вот если у вас что-то в жизни плохо, так это вот потому, что вот это старое, отжившее мировоззрение, мешает вам, снесите все это с лица земли, постройте новый мир, и в этом мире вы будете счастливы. И вот если разрушение храмов связывалось с человеческим счастьем, то это, конечно, безумие. Ну и, наверное, каждый, обычно так бывает, когда мы себя как бы переносим в прошлое и начинаем думать, а как бы я поступил в то время, ну, конечно, мы бы сейчас не допустили ничего такого. На самом деле, никто из нас не застрахован, как весь мир не застрахован от безумия. А что страхует нас от ошибок? Нас страхует от ошибок те ценности, которые с молоком матери передаются из поколения в поколение. Это ценности веры, ценности культуры, ценности опыта национальной жизни. В контексте этих ценностей формируется нравственный код человечества. И если люди отрицают прошлое, если они уничтожают прошлое, они разрушают фундамент, базис, некую матрицу, через которую воспроизводятся присущие данному народу или всему роду человеческому вечные и неизменные ценности, которые, как мы верим, самим Богом вложены в природу, в душу, в сердце человека. Для того, чтобы мы были застрахованы от ошибок, подобно тем, свидетелями которых мы являемся, взирая на эти руины, мы должны дать себе слово никогда больше не соблазняться ни на какие безумные идеи, которые требуют отказа от веры, от истории, от национальной жизни и от культуры. Сейчас это непросто, потому что мы все живем в условиях глобализации, стираются границы, интернет, телевидение, все это способствует тому, что человек, где бы он ни жил, он присутствует в едином мировом информационном пространстве, а в этом пространстве много того, что повторяет страшные заблуждения прошлого, иным образом, под иными идеями, через иную фразеологию, но преследует те же самые цели, разрушение духовного начала в жизни человека, разрушение веры. Храм, который мы создаем, это не памятник только прошлому. Мы направляем свой взгляд в будущее. Я радуюсь тому, что являюсь участником события исторического значения. И как замечательно, что здесь, на этой земле, где бок о бок живут православные мусульмане, люди, принадлежащие к исламской традиции, с такой готовностью поддержали идею воссоздания собора и принимают активное участие. Когда я сейчас слушал выступления руководителей Татарстана, когда я сегодня во время закладки капсулы в основании строящегося храма посмотрел на высоких руководителей, религиозных руководителей ислама, то задал себе такой вопрос, а где еще на земном шаре можно увидеть такую картину? Я поехал в большинство стран мира. Я не представляю, что где-то это еще возможно. Но это возможно в России. И не случайно. Мы с вами особенный народ. Мы научились жить вместе. Мы научились ценить друг друга, уважать традиции друг друга и вместе трудиться во благо нашей великой Родины. Пусть Господь хранит Казань, Татарстан и нашу великую Россию. С праздником всех вас поздравляю! Спасибо. 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 Спасибо.